Плюс пять и сильный ветер. С таким неожиданным сюрпризом сегодня утром столкнулись жители Владивостока. А ведь еще буквально на днях на улице было по-летнему жарко от 20 до 28 градусов. Но осень на дворе и первое похолодание в город принес южный циклон. Однако специалисты уверяют, готовиться к минусовым температурам пока рановато. Прохладная температура сохранится. К утру, четверга уже можно ожидать температуру воздуха в пределах 4-6 градусов со знаком плюс. В принципе, такие температуры сохранятся до конца недели в утренние и ночные часы. А днем все-таки при солнечных лучах воздух еще может прогреваться до 13-15 градусов. Но расслабляться не стоит. Доктора предупреждают, наступил период простудных и вирусных заболеваний. Холодное утром и вечером, и пока еще теплое днем, погода может сыграть со здоровьем злую шутку. И причина даже не в самом перепаде температур, а в том, что некоторые попросту не хотят переодеваться из легкой одежды в более теплую. Ежегодно в этот переходный период отмечается рост простудившихся. В это время года, как правило, встречается не грипп сам, а парагриппозная инфекция. Она именно в осенний-зимний период, особенно в осенний период сейчас, чаще всего регистрируется у людей. Это непродолжительная температурная реакция, умеренные катаральные явления, кашель и насморк. И редкие осложнения такими серьезными последствиями, как, допустим, бронхит и пневмония. Многие жители города уже подготавливают свой иммунитет к суровым владивостокским холодам. У каждого свой рецепт. Стараемся. Недавно делала прививку под грипп. То есть вы даже не против вакцинации? Нет. Я каждый год стараюсь сделать прививку обязательно. Травяные чаи плю, ну и БАДы, аскорбиновая кислота. Витамины, фрукты и все такое прочее. Я, наверное, уже года четыре не болел вообще. Может быть, есть все-таки какой-то секрет? Не знаю. Ну и на занятиях с фортом все. Фрукты ем, сосалки для горла. В целом октябрь еще порадует горожан хорошей погодой. Днем температура воздуха будет подниматься до 12-17 градусов. И только к концу месяца постепенно понизится до плюс 6-11. Первые похолодания жителей Владивостока пугать не должны. Ведь по прогнозам синоптиков впереди еще много теплых осенних дней. Главное не забывать про ночные и утренние перепады температуры. И помнить, что у природы нет плохой погоды. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Редактор субтитров М.Лосева Продолжение следует...